Шалом, дорогие друзья, шалом и доброе утро. Я думаю, что сегодня такая жизнь, что любое утро можно назвать добрым, если стал утром живой и здоровый. Продолжаем. Итак, вы знаете, вот заметите такая нервная обстановка, сложная обстановка перед 9-го ала. И всегда вот эту первую главу книги Дворин читают накануне 9-го ала. Обычно между этими событиями, всегда чтением Тора в эту недельную главу и в том, что происходит, есть огромная связь. Да, это будет большим праздником в этот период, но пока-то мы чувствуем другое. И давайте сегодня вокруг слова Эйха и Айха поговорим. Итак, Эйха. Три пророчества начинаются этим словом. Это пророчество Машера Бейна, это пророчество Ишаягу и пророчество Ирмиягу. То есть величайших трех пророков. Значит, что-то в этом не просто есть, а корень какой-то. Маша говорит об этом в нашей недельной главе. Как, да? Ишаягу задает вопрос, как в блудницу превратился верный город. И, наконец, книга Эйха и плач Ермиягу, там, как одиноко стоит столица ранее многолюдная. Все эти вопросы связаны одними. Можно сравнить вообще происшествие с народом, с тем, что произошло в мире, с первым человеком. Бог поместил его в рай, предупредил просто не кушать единственный плод, дал ему запрет. Люди согрешили и были изгнаны. В истории потом слово, присутствовало Эйха словом. Кстати, Эйха и Эха это буквы одни и те же, просто звучит иначе. Бог привел евреев в святую землю, материальный рай на земле, или рай в материальном мире. Они согрешили и тоже были изгнаны. Раб Цадок, Акоин, великий человек, всегда говорил, что события, упоминаемые в Торе, влияют на то, что произойдет впоследствии. Эйха вопрос обращенный то ли к Всевышнему, то ли к себе. Как такое могло произойти? Как Всевышний мог допустить такое, что сейчас происходит в мире, из того, что было там? А как мы сами смогли пасть столь низко, что с нами это произошло? Как можно произойти такое, что охраняемый Богом земля стоит утром и спрашивает, нападет ли на нее кто-то или не нападет? Ведь это только по нашей... Мы нарушаем все, больше ничего. В мире нет зла. Бог создает зло. Зло мы трансформируем из потока энергии, которое он нам дает. Каждый человек, каждый народ, для того, чтобы быть спасенным, должен задать себе этот вопрос. И не просто задать, а сидеть и искать на него ответа. Там, где Адам и Ева нарушили единственную заповедь, что произошло дальше. Они вкусили, пытались дальше спрятаться от него. Дальше он спрашивает у Адама, Аека, где ты? Где ты, человек? Ау? Где? На какой ступени ты стоишь теперь после своего падения? А человек пытался что? Спрятаться от Бога. Вообще безумие. Разве от Бога можно убежать? Слово Эйха и Эха, они по-разному огласованно, пишутся одинаково. И когда происходит непоправимое, человек спрашивает у Всевышнего Эйха, а когда человек опускается на недостойный уровень Всевышнего, спрашивает Аека. Обратите внимание, герои Танаха в трагедические моменты, когда торжествуют зло, когда происходят неприятности, вопрошают не почему, а как. Если нас, не дай Бог, настигают какие-то беды, нам не следует допытываться, рыдая, почему это случилось со мной. Важно выяснить другое. Каким образом мы дошли до такой жизни? Как это все могло со мной произойти? И вот это понимание, написали мудрецы, помогает нам избежать повторения сходного несчастья в следующий раз. Когда что-то такое происходит, мы можем с этим тогда справиться, мы можем противостоять неприятностям. А как его побеждают? Как и зло. Как и зло. Один интересный вопрос себе Моисея задал там. Как? Как? Если понять, как, то все постепенно разойдется. Если понять, как мы дошли до жизни такой, где я свернул не тот момент, что я сделал не так, как происходит такое, как происходит, вот и будут ответы на все вопросы. Ну, все это закончится. Эти период станет все равно хорошим периодом, праздничным, хочет кто-то или не хочет. И написано в наших древних книгах, Тегибна Иссахар конкретно, что накануне прихода Мошеха, который мы так долго с вами, по идее, ждем, это если бы ждали серьезно, он бы уже пришел. К нам придут трое. Мошех бен Давид, и даже имя его написал Великий Цадок. Его имя будет Нехемия бен Хушейль. И придет Мошех бен Давид, Минахим бен Минель. С ними пророк, пророк Лиягу. Числовое значение всех трех этих имен, это 913. Как и мы знаем, с чем связано. С приходом Мошеха начнется новая эра в жизни на Земле и для всего человечества. Мы с вами забудем все, что было. Но очевидно, это придет в тот момент, когда мы сможем ответить себе на вопрос, как мы с вами дожили до такой жизни, в которой находимся сегодня. Что для сделать, для того, чтобы исправить. Как произошло то, что произошло. Эйхав, прахавеслахав.